привет друзья сегодня мы с вами посмотрим заброшенную деревню малиновка нижегородской области и мне идет дорога другие еще жилые деревни и села она вот стоит прям возле асфальта и здесь никто не живет что предлагаю вместе со мной прогуляться ее посмотреть посмотрите и ворошенные дома деревня малая малиновка была основана в 1836 году переселенцами погорельцами из деревни большая малиновка которые были старые обрядцами 1870 здесь было учено 14 дворов которых проживало 101 житель в 1916 здесь было 39 дворов и 215 жителей советское время здесь работал колхоз имени чапаева на перепись 2010 года здесь проживало всего лишь пять человек настоящее же время деревни полностью опустела возле первого дома такая вот пушистая большая ель посажена и чуть меньше сосна рядом с ней у первого дома крыша и стеса и покрыта она была маленькой черепицей свежих притоптанные следы по траве довольно таки простые наличники резные вот чем покрыта крыша нет это на черепица на это это картон что-то типа того как гудрон с картон во первое что такой маленькими так ух полы выдраны эти дома вроде внешне неплохо вылил такая вот дубленка из овечьей шерсти здесь на банке пусто так а это это большая такая переверну тяжелый о и молотить разделывать как лен по моему си не ошибаюсь все что попросить комментариях и видел прошлом году киркских деревнях раза на пять меньше забыл как она пронизывается память уже плохая мне становится доберут свое здесь печь русская развалина старый диван с кроватью принц ничего интересного нет сыпется не рухнула мне кто знает для чего была предназначена металлический стержень блин надо было найти такой корень у дерева молодого так вот и обработать кто знает пишите комментариях не видел такой никогда приспособление не знаю для чего хоть и деревенский но у нас уже просто был все современное ничего старое из деревенского не хранили все на дрова сжигали мусор выбрасывали в этом нашем регионе да и в соседних наверно тоже как я заметил очень большая редкость ткацкий станок найти поставил бердо иногда валы ткаться станка остального ничего не стан не станины не всех других механизмов и челнока ничего вот так следующий дом уже внешне получше выглядит целыми стеклами на окнах наличники довольно-таки симпатичные так как выглядит его терраса все заросло крапивой ужас галки кричат гнезда а вот птенец еще который не особо летает спрятался от меня эй эй вот он вот он вот он вот он иди ко мне мой красавчик побежал он летает на плохо галка или не галка как они называются губы и глаза черные там галка в нашем регионе они не водятся там еще один птенец чердак запрыгнул так сразу здесь лесенка наверх давайте сразу заглянем что-нибудь интересное увидим с вами а этом галки и кричат за птенцов своих переживают а сейчас наступил бы вниз так полетишь ну а здесь ничего интересного я не вижу ну кроме бутыли четверть ну с отколотым горлышком тоже довольно-таки редко тут на вид говорил пять тысяч стоит по мне и цена максимум тысяч рублей ну если хорошее состояние но я ничего никогда не беру вон он летает молодопьенец вон какая кошелочка махонькая я ничего не беру ой опять я на это ступил о рамка о фотографии нет в принципе я ничего не беру еще немного все верный пусть все остается как и было до меня кому что-то потребуется они возьмут а я не буду вот такой вот я человек так воспитан я никогда ничего не могу брать без спроса да и не нужно мне особо-то пришел посмотрел снял видео показал вам и уехал дальше чердак двора сундуки бочка а вон там шкура висит смысл подниматься там и нет так печь чайник раскурочили все полы доски не половые содрали но лаги мне прям поражают какая толщина сколько же этим соснам лет много 150 наверное подполь лесенка там пусто так мы сейчас с вами если пройдем туда вот еще одна шкура овечья даже покрашена изнутри фу полище поэтому я в перчатке и в маске хожу чтобы не дышать все-таки мышь переносчики различных инфекций и многое другое так календари ну просто интересно сказать последний о пятнадцатый год вот это да здесь там двенадцатый блин недавно фактически жили пятнадцатый вот провода срезаны лэп демонстолвы демонтированы все уже так сильно разграблено я удивляюсь что восемь лет прошло и уже такая картина я шоке как так быстро умудриться все растащить все разграбить восемь лет и вот такая картинка просто представляете себе это ужас печку разбомбили все вот там посмотрите дымоход шел внутри это это таких печенье разные видел как бы не голландка и не не русская соответственно такая вот печка интересно интересная печка там вот углубление еще лесенк подпал давайте во двор теперь сходим заглянем туда ух ты какая большая кошелка это в ней носите сеток сена она сама по себе увесистая вот и ручки здесь еще зеленый свежескошную траву полную с горочкой то а вот не поднимешь сена сеток так фактически все целенькое хорошее музей да музей вот как вы представляете вот эту сейчас кошелку я запихаю на заднее сиденье четырки моей машины где я буду спать у меня еще так второй день поездки а я надолго приехал куда я девать буду вот только заберите музей тут надо газель ездить как минимум куда куда пыльный грязный он в помете птичем я поражаюсь не ух ты блин тут в навозе тонешь вот такой вот загон здесь свет был патрон остался столько провода оборвали вот здесь лим курятник да не это свинарник скрысил вон и кормушки все в навозе вот навоз можно использовать приехал набрал на огород себе сюда где-нибудь по блицах кто живет чего нет сквозные ворота во двор хозяйственная часть дома можно так назвать здесь уже под разобрали конечно как же быстро быстро оперативно все разобрали восемь лет да я просто удивлял очень сильно да я понимаю что жалко некоторые предметы тем более старые предметы тем более ручные предметы деревенского быта ну как же они орут то жалко что вот так вот они бесхозные валяются лежат может быть со временем загниют либо вот обрушится все поломается это пропадет понимаю что это жалко я вас прекрасно понимаю но сами поймите куда я могу положить куда везти в общем вот название деревни есть адрес есть кому надо это кто если на нужном транспорте чтобы там что-то забрать везти пожалуйста забирайте возите вот опора одна осталась линейкой передачи поводов нет дом смотрите крепкий хороший шести стенок нет пяти стенок вот наличники тоже довольно симпатичные вот этот дом в котором сам последний в этой деревне сует по его состоянию частично заборчик стоит не так сильно заросший здесь у него колодец у ее практически развалился это его крышка у настоящее тоже некоторые прикрой вот все прикрыто наступит и провалится гнилые доски шифер положить вот шифер лежит давай шифер положим тонковатый бывает и потолще не факт что человек выдержит тем больше в каком-нибудь лося а ну так вот накроем вот так получше ну хотя бы лесу выдержит точно так куда я фонарь положил шифер снимали с террасы троп колосс тут оставили вот 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 она плетеная красота из бересты причем кашелочка корзиночка даже ну что можно так бы увешать зерно сеять ходить вот так вот шить да для чего угон можно спасать прялки игрушечные часы китайские стул а нет сломный еще что то не забрали сундук смотреть как для красоты был металлическими пластинками так вот украшен абсолютно пустой здесь огромное количество рамок из ульей пчел держали а это уаше что нет уаше краски написано по-английски лайн лайн что это такое лайн лош похоже знаю даже краска так веник видел несколько раз такие продавались правильно такие из веревки или сами делали напишите в комментариях раз третий я вижу в заброшенном домах такой веник за много много лет моих путешествий вот еще такие же кошелочки друг друга воткнуты с бересты так лыжи охотничьи самодельные стоят здесь еще и бересты там рукастый мужик хозяин смотрю был маленький сундучок огромное количество сброса на одежды лесенка почему-то без нескольких ступенек тут их зачем-то вытащил можно вставить назад и залезть легко что-то не лезет наверное отсюда ну ладно мы и так залезем так может это интересно здесь вместе с вами увидим о смотрите такой вот чемодан из тонкой фанерки еще три мешки обрезано закрывался не знаю зачем дальше такое ничего чемоданчик был нужен здесь также рюкзаки старый советский школ такой вот из ткани и вот такой вот какая машинка там нарисована лыжа одна штука какая длинная это юг так спорт корня я что так как написано здесь лучковая пила на потолок это не очень надежно это что такое знаю так что-то резное из дерева у у самодельная мышеловка у часа котик старая советская игрушка лык лык у гляньте сколько коры какая толстая так что здесь еще еще различные заготовки да это был прям уже крукастый видите все заготавливал может быть даже на продажу делал всякие различные твисочки корзиночки долблены корыто довольно большое наверное хозяин был мужик рукастый это однозначно еще также покрышки велосипедные еще одно корыто окошко вид с чердака на эту деревню машины ездят рядом трасса и рядом трасса деревянца номер 2 да и дыра и центр то недалеко отсюда я удивляюсь почему асфальт рядышком нормальный в принципе снова лыка и многое другое и многое другое о блин я уже даже стесняюсь спросить у вас вот да и чего я вот уже второй день по нижеродским деревням заброшу и вот во всех деревнях я вижу вот такие конструкции я там уже в комментариях спрашивал по теме видео видимо вы уже писали ну я то снимают сейчас поэтому я если те видео вышли и вы снова повторяйтесь я спрашиваю для чего это куда это оставлялась здесь металлический стержень должен быть внутри потому что я находил здесь был металлический стержень у этих нету но это своеобразный барабан и так понимаю вот кстати на одном намотана веревка может быть для ткацкий станок они красави барабан может быть и шли потому что я видел у них обычно они цельные бабушки долбленки куда нитки веревки и наматывались блин второй день вижу вот эти вот не знаю как они правильно даже называются может быть у них есть ссылкает название вчера даже гроб нашел новый на чердаке заброшен не знаю видео уже то вышло или нет находки тоже неплохие хоть дома и разраблены но находки прямо умиляет детские лыжи с зайчиком и такие штук дома тоже желтые и зелененькие ну я так понимаю да это наматывалось сюда нитка на как бабушки такие катушки всяко можно назвать вече дубленка лежит здесь о еще один казачок ранец как они там уже попроще просто синенький и о какая большая деревянная лопата для многого предназначения она служит и в русскую печь хлеб подавать забирать помещать вытаскивать кто как говорит и в лари зерно мешать и на лодке можно плавать вот тебе весло рядом рекауте и лодка и в лари зерно перемешивать много для чего можно потому как некоторые со мной спорили нет это только для хлеба и все наивные вот и серп раньше у бабушки я в детстве скашел серпом траву возле дома ну так чисто как игрался боялся что это хлеб убирать изначально предназначался ну и траву также тоже можно ну конечно вот это прялка вот это у нее извиняюсь за слово поджопник сиделка как она называется правильней вот это она широченная первый так вот широко вижу вот это да вот на этом чердаке уже и что-то интересное можно хоть сами увидеть сразу не заметил вдруг кто там постарировать хочет а оськи две штук красная синяяя и в них какая-то сушеная трава что-то типа того висит здесь сушеная так спустился я с чердака сразу наступил не обратил внимание были перевернуты еще два портфеля с ежиком у которого рядышком яблочко лежит с таким вот котенком блин уже пять куда ну хотя да может быть пять детей примерно приблизительного возраста было у бывших хозяев этого дома и каждому нужен был новый рюкзак портфель как он там правильно называется это не суть суть то на другом вот такой вот перенос к чемодан для столярного слесарского инструмента вернее вот и часть от улья в нем рамки двор уже очень плачевом состоянии через щель на чердаке вроде ничего интересного его нет ну и как и внутри там вроде бы тоже а в доме в самом тоже в принципе ничего интересного я не вижу ну и тут такая вот как бы иконостас вот здесь вот в красном углу он был оторвали где вот иконы стояли для красоты почему-то в наших регионах так никогда не делали не знаю вот в северных регионах вот в каждой деревне в каждом доме брошенном везде он есть где-то он чуть меньше где-то он чуть больше немножко разная резьба но суть то на одна кухонка с отдельным затопником с плитой русская печь как щенек называют комбинированная с обычным трильяж вот так вот в комнате видите уже полы проседают под весом печки скоро она рухнет вместе с полом наступать я сюда не хочу а вот здесь вот большая большое кольцо да и уже ведь пока села кольцо видимо было до печи а сейчас она надо печи тут обычно как раз возле печи подвешивали кольцу зыбку и укачали младенца да так крепкий принципе дом то ну полы да вот что-то там сгнила где-то лага и проваливаться начинают а так дом с моей стены крепкие довольно таки большой пятистенный дом ну не так уж и давно тоже видно что здесь жили ну пришли мародеры все разграбили ну как мародеры чаще всего это жители соседних сел деревень берут что может приходить с хозяйства доски мы этого дома все эти доски не украли вот здесь вот несколько штучек всего шлифером забрали ну потому что они знают что жители здесь не живут видите даже и проводов нет все опоры демонтированные электро электро сетевой компанией вот кстати наверное банька еще и люди знают что сюда уже не вернуться дом не нужен возможно даже хозяева разрешили бери там у них пример не этого дома там других домов других деревьях так же тоже часто бывает вот спрашивают можно там что-то забрать теперь хозяйство например старики умерли молодые в городе ничего это не нужно ни домля ни дома ни земля не то что в них находится в этих домах и хостпостройках так вот спрашивают у них да берите хоть что надо сонос все сгниет развалится уж кому-то как говорится посудит послужит верой и правдой хозяйстве ну да баня баня банька по черному соседним а там дровяник видимо скорее всего чаще всего или предбанники дровяник либо рядом сарайчики или под навесом вот я в других деревнях видел сейчас глянем да нет дровяник козл видимо хотя нет не знаю даже подо что видите здесь что-то металлическое оставлялась какой-то стержень что-то на этой конструкции делали причем смотрю галки металлические почему мародеры не забрали удивляюсь может не обратили внимание что это металл это написано 8 литров от чего это такое да маслом пахнет моторным каким-то ни разу такую ботыль не видел кто знает напишите куда это чего может быть и маленькая еще трехлитровая канистрочка здесь лежит чердак вот видите интересненький у этого дома а внутри-то ничего такого и нету а но л и и там и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, следующий дом, возле которого ели береза растут. Домик небольшой, с кворечником, более-менее простые наличники. Все с нытью здесь зарастает, как раз цветет здесь. Эти кричат, до мной вьются. За птенцов переживают своих. Как еще некоторые писали, в том году тоже в киргских деревнях заброшенных был. Тоже они там постоянно. Вот они за мной летают, преследуют, как некоторые говорят, души бывших. Жители деревни, превопощенные в птиц. Знаешь, это бред. Это просто защищают свои гнезда, своих птенцов. Переживают птички. Так. О, забрался. Потому что полы подразобрали. Здесь. Двор развалился. Блин, как же ноги зудят от крапивы. Так все не представляете. О! Кто знает, для чего, от чего. Вчера тоже в одном доме, заброшенной другой деревне, видел подобную конструкцию. Не знаю, для чего. За 8 лет второй раз вижу. Первый раз был вчера. Кто знает, обязательно пишите в комментариях. Интересно просто знать. Никогда такого. Вот они, молодые. Которые плохо летают. На чердак взлетели, хремят. Наверх нам не изобраться. Лесенки нет. Вот так вот внутри дома. Огромные толстые лаги. Причем, видите, уже фундамент кирпичного этого дома. Строили основательно. Да и дом крепко. Так, в принципе. Двор только развалился. Ну и размородили все, конечно, конкретно. Тут, наверное, тут не живут. Так, ну и остался последний соседний дом в этой деревне посмотреть. Он находится. Тоже небольшой. Сейчас сходим, посмотрим. У вас тут сколько? Вы только это! Не на как видите на меня, пожалуйста. Так, сходила в этот дом. Абсолютно такая же картина. Ничего интересного внутри нету, как и в этом доме. Всего больше домов в этой деревне нету. Совсем небольшая деревня. Ну, хотя, наверное, дома, наверное, с двух сторон. Улицы, я так понимаю. А раз там дом стоит. Хотя, может быть, просто он один так стоял. Ну и наверняка еще туда шли дома дальше. Вплоть до леса. Вот он уже лес. Совсем рядышком. А с той стороны поля. Небольшие. В общем, друзья, кому было интересно посмотреть вместе со мной эту заброшенную деревню, ее покинуты дома, подписывайтесь на канал. Сейчас смоют впервые. Обязательно, обязательно поддержите. Пальчиком вверх. Это очень важно, чтобы поддержать алгоритмы Ютуба. Если вы, конечно, там смотрите. Они где-то в соцсетях или на Дзене. Да и на Дзене тоже. Да, алгоритмы Дзена. Там также я свое видео дублирую. Еще пишу статьи. Вот. Не ленитесь, пожалуйста. За мой труд лайк поставить, пальчик вверх не так уж и сложно. Вот. Если смотрите на Ютубе, колокольчик обязательно включите, чтобы не пропускать новые видео. Ну, или запомните, на Ютубе, на этом канале «Заброшенный мир» всегда выходит каждый воскресный вечер видео. Уже как минимум года 3-4. До этого я понедельник, вторник публиковал. в предыдущие года. У вас тут сколько? Вот. Видите, за мной преследуют. Небольшая стайка летает, летает, сейчас сядут опять на дерево, будет орать дальше. Кричать. Вот. Подписывайтесь на мою группу ВК, кто любит фотографии, более подробные истории почитать. также на Дзене. Статьи уже там ВК-посты, там статьи почему-то называются, не знаю, почему редпосты по сути. Вот. И телеграм-канал. Там я коротенькие видео снимаю со мной посещенных заброшенных мест, не только деревень, но и многих других. И церкви, усадьбы, заводы, пионер-лагеря, школы и многие другое. Вот. А если бывает такое, но это, конечно, редко, но бывает, что в заброшенной деревне, если рядом райцентр, либо в большое жилое село, и там есть сотовая вышка, хорошая связь, интернет нормальный. Я там провожу телеграм-канал и также еще стримы в заброшенных деревнях. Поэтому подписывайтесь, буду всем рад. ВК, телеграм и канал на Экдзене. Ну и YouTube, конечно же, обязательно. Все ссылочки в описании к видео. Ну и также мой второй канал заброшенных местах, где я показываю также заброшенные деревни, церкви и многое другое. ну, чуть с худшим с охраном и там также выходит так называемый лайф-видео, так называемые мои поездки, путешествия, как они проходят вот по различным заброшенным местам, по разным регионам. Вот, там тоже это выходит как бы и тоже заброшенные места и автотуризм, готовка на природе и многое другое. вот, и кому интересно не только заброшенные деревни смотреть, ее спрошу на мой второй канал о заброшенных местах. Ссылочка к нему также в описании. Буду очень рад, если вы подпишетесь на все мои соцсети, каналы. Вот, а мы встретимся с вами в следующих покинутых местах. Всем огромное спасибо за активность, за финансовую помощь, что оказывает на поездки на бензин. Если кто-то тоже захочет, в описании видео есть реквизиты, карта Сбера, кошелек Ямании и Донейшн Алертс для тех, кто смоет из-за рубежа. Вот. Буду очень рад любой копеечке, так как YouTube и Дзен практически ничего не платят, поездки, тем более в дальние регионы, очень-очень затратные. без вашей помощи в дальние регионы не получится ездить. Только соседние от моей родной Тамбовской области. Вот. Поэтому, если вы хотите смотреть вот и северные регионы, там, Кировскую, Ярославскую, Нижегородскую и другие потом еще регионы, которые довольно-таки далеко от моего дома находятся, вот, то буду рад любой копеечке на бензин. Как только наберется необходимая сумма на бензин поездки, я сразу же поеду. Вот. В общем, всем спасибо огромное. А мы встретимся в следующих, как и в ранее, заброшенных местах. Всем огромной удачи и пока-пока. Субтитры